Юбилей победы в Великой Отечественной войне планируют отметить масштабно. Уже сейчас Самарь приводит в порядок 250 памятников и мемориальных досок. Завершается ремонт аллеи трудовой славы. В следующем году продолжится проект «Память героев», по которому устанавливают мемориальные доски героям-куйбышевцам. Запланировано несколько больших выставок. Одна из них – история Куйбышевской студии кинохроники «Война сквозь объектив». Откроется и шатровая выставка, в которой будет представлено сразу несколько тематических направлений. Детство запасной столицы, Народный музей, голоса войны. Хотелось бы эту выставку разместить и открыть ее в канун Великой Победы 1 мая и до конца сентября. Место размещения можно обсуждать. Либо это Некрасовский спуск, либо это площадка вертолетная у бассейна ЦСКА ВВС. Весной следующего года начнут показы военных фильмов под открытым небом на трех площадках – Уладьи в Парке Победы и Парке 50-летий октября. По улице Куйбышева пройдет парад духовых оркестров. Также запланирован фестиваль на сопках Манжурии. В планах и различные театральные постановки, спектакли, концерты. Не останется в стороне и молодое поколение. В 81-й школе откроется музей «Большой театр» в годы Великой Отечественной войны. В 164-й школе также откроется музей и появится отряд юных летчиков. Также школьники будут навещать и поздравлять участников войны. Юноармейским отрядом проведем мини-парад с песней «Строй и выправки». После проведения мини-парада мы направимся в квартиру участника, и юноармейцы вручат подарок. Запланирован ряд общегородских патриотических акций. Одна из них – Лес Победы. Самарцам предложат в память о своем родственнике, погибшем в годы войны, посадить дерево. Варианты разные. Либо это выделенная территория за городом, вот по одной из версий, где-то делают так, куда все приезжают, сажают деревья и так далее. Но здесь есть минусы. Когда ты посадил дерево, тебе хочется смотреть, как оно развивается, как оно растет и приносит пользу вот той территории, где ты живешь. А в некоторых регионах сделано это так. Либо выделенные аллеи в парках, либо вдоль аллеи, где захоронены герои. Детали проекта еще будут обсуждаться. Глава города Елена Лапушкина особо обратила внимание руководителей профильных департаментов и районных администраций на внимание к ветеранам войны. Без заботы не должен остаться ни один человек. Все жалобы, обращения, заявления ветеранов войны, участников, инвалидов, вдов и членов их семей, конечно, вы отрабатываете в первую очередь. Не пропускайте, выходите сами, знакомьтесь, но тем не менее каждый адрес должен быть на вашем личном контроле. Масштабный план празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне еще будет дополняться новыми акциями. Глава города поручила районам предлагать новые идеи. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.